Рост ДТП с участием нетрезвых водителей произошел на ряде территорий обслуживания нашей области, число которых вошла и Уваровская. В истекшем периоде зарегистрировано уже 18 происшествий данного вида. За три месяца прошлого года их было меньше. На основании вот этих данных и в соответствии с указанием Министерства внутренних дел России, начальник управления ГИБДД по Тамбовской области счел целесообразным проведение на территории обслуживания нашего межмуниципального отдела проведение профилактического мероприятия по массовой проверке группами нарядов ДПС водителей транспортных средств на предмет выявления признаков состояния опьянения. В воскресный день 17 февраля был усилен контроль за движением автотранспортных средств на Уварских дорогах. В профилактическом мероприятии, которое проходило с 16 до 22 часов, было задействовано 5 экипажей ДПС межмуниципального отдела и приданной силы в составе четырех экипажей спецбатальона управления ГИБДД из Тамбова. Чтобы выявить нарушителей в транспортном потоке, необходим высокий уровень профессиональной подготовки. Немаловажные значения в этом деле играют опыт и интуиции сотрудников дорожно-постовой службы. Если же, остановив автомобиль, инспектор обнаружит хотя бы один из пяти признаков алкогольного опьянения, водителю будет предложено пройти освидетельствование алкотестером на месте. Отказ от процедуры влечет за собой ответственность, а наказание равнозначно управлению в состоянии опьянения. Лишение водительских прав. Водитель, который не согласен с выводами, имеет право пройти освидетельствование в медучреждении. Это рейдовое мероприятие ни в коем случае не нарушает законных прав водителей, которые считают, что для остановки водителя и проведения освидетельствования необходимо основание. Данным основанием именно для проведения этого мероприятия и является указание начальника управления ГИБДД о проведении такого профилактического мероприятия, что соответствует административному регламенту, на основании которого осуществляет свою деятельность подразделение ДПС. На этот раз водителей в состоянии опьянения выявлено не было. Не было допущено за время проведения профилактического мероприятия и дорожно-транспортных происшествий. Хотя результаты рейда неутешительны. Проверяющие зафиксировали 23 нарушения правил дорожного движения. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов. Для рубрики «В рамках закона».